Здарова, стратегические жевжики! Вы чуете Алексейчика Граюнчика Халецкого, и это означает, что вы на канале Лёша Грая. Вчера вышел очередной пак лидеров для Sid Meier's Civilization 6 из дополнения Leader Pass, и время их обозреть. Точнее сказать, два новых лидера и один переработанный. До сих пор не понимаю, зачем они берут уже имеющихся лидеров и делают им другую одежонку и способности. Почему не сделать просто другого лидера для этой же цивилизации, может быть, вы мне объясните в комментариях, но имеем, что имеем. Итак, для Персии вышел Надир Шах. Все юниты под его руководством имеют плюс 5 к силе против юнитов с полным здоровьем. Кроме того, города, не основанные Надир Шахом, получают плюс 2 веры и плюс 3 золота от проложенных к ним внутренних торговых путей. В общем, еще один лидер на войну, хотя, как мне кажется, способность Кира, другого лидера Персии, посильнее. Ну а лидер на войну, потому что внутренние торговые пути получат завоеванные только города. То есть нас как бы подталкивают к тому, чтобы воевать и нападать. Японии добавили Такугаву. Его способность называется Бакуган и дает плюс 1 науку, 1 культуру и 2 золота всем внутренним торговым путям за каждый специализированный район в городе назначения. При этом международные торговые пути получают минус 25% к доходу и к туризму. Кроме того, города в 6 тайлах от столицы всегда на 100% лояльны и получают 1 туризм за каждый район после открытия авиации. Вот это интересные способности и сложно сказать, насколько они сильны или слабы, пока не попробуешь. Хотя мне кажется, что способность другого лидера Японии Хадзе Токимоне, дающая возможность построить военный лагерь, священное место и театральную площадь в два раза быстрее, все-таки покруче немножко. Но опять же, надо проверять. И, наконец, переработанный Сулейман. Сулейман великолепный. Все государство получает 15% плюс к науке и культуре во время Золотого или Героического века. А также плюс 4 боевой мощи юнитам против цивилизаций, которые не находятся в Золотом и Героическом веке. В то же время и турки не должны быть в Золотом или Героическом веке. Очень такое странное, сложное пояснение. Ну, то есть способность чем-то похожа на нового лидера Конга, правда, там тебе для этого достаточно города ставить на своем континенте, и там не только к науке и культуре, а вообще ко всему плюс 15% или плюс 10%, я уже не помню. А тут только в Золотом и Героическом, понятно, что это не будет всю игру работать. Ну и плюс 4 боевой мощи, когда ты сам не в Золотом и соперник не в Золотом веке, это же надо как-то так умудриться поймать эту возможность. Ну, в общем, очень ситуативная фигня, и мне кажется, Сулейман Кануни, то есть изначальный лидер турков, все-таки посильнее, как минимум тем, что он получает Янычар. Вот у этого Сулеймана Великолепного Янычар нет. В общем, традиционно во вкладке сообщества провожу опрос за какого лидера мне сыграть на божестве в первую очередь. Сходите, пожалуйста, проголосуйте. Ну, а в комментариях напишите, пожалуйста, как вам понравились или не понравились эти новые лидеры. Ссылка на обзор предыдущих лидеров, а также на рейтинг цивилизации в прикрепленном комментарии. На этом все. Играйте в умные игры. Слава Украине! Живе Беларусь! Всем пока! Любимый зритель, если тебе нравится видео, то поставь, пожалуйста, лайк и оставь комментарий. Кроме того, где-то либо здесь, либо здесь появляются ссылки на мои социальные сети. Ну, а если ты все еще не подписался на мой канал, то, конечно же, подпишись. Можно стать спонсором канала и получать эксклюзивные видео только для спонсоров «Жевжиков Патрициев», а некоторые видео раньше, чем для других зрителей. Кроме того, появилась функция «Суперспасибо» где-то под видео. Это как донат, только не во время стрима, а только этому видео. Всем спасибо за поддержку! Субтитры сделал DimaTorzok